Авторазборки 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 что в МВД работает почти миллион человек. Ну, это всё МВД полиции, со всеми своими подразделениями и так далее. ГИБДД в 55 тысяч человек, вообще такая армия серьёзная. Это и те, которые на дорогах, и те, которые в кабинетах, да, и вот выдают нам права. Ну, они, на самом деле, иногда эти функции объединяют, да, они же и там, и там бывают. Мне кажется, что, с одной стороны, оправданное техническими современными решениями принято вот такое вот постановление, поскольку, ну, действительно, есть камеры, мы видим, ну, даже на примере Москвы, посмотрите, у нас практически нет действующих постов на выезде из города, в лучшем случае или в худшем, не знаю, для кого как бы, там будет стоять один автомобиль, может быть, два. И то не всегда. ДПС, не всегда, да. При этом я бы не сказал, что катастрофически изменилась ситуация в городе. Действительно, камеры делают своё дело, и прочее нововведение тоже там. Там, здесь ведь не только камеры, здесь ещё, например, базы данных, то, чего мы не видим. С другой стороны, мне немножко не то, чтобы странно, скорее, ну, непонятно. Вот следующее решение. Это сокращение не затронет сотрудников регистрационных и экзаменационных подразделений. И вот тут у меня большой вопрос. Друзья мои, ну ведь всё-таки полиция – это такая штука, которая следит за правопорядком. Такой вот классический образ, да, дядя Стёпа, или неважно, там, какой-нибудь, там, Джон, там, Блэк, или ещё кто-нибудь в форме, да, если что, на улице, придёт на помощь, выручит, обезоружит, кого нужно, спасёт. Ну, то есть это главные функции. Спасёт тоже, кого нужно, да. Но вдруг мы совершенно не трогаем те функции, с которыми прекрасно справились бы или местные какие-нибудь органы, как это во многих странах других обстоит дело. В любом случае, или… Не полиция. Пусть даже федеральные, но главное, что это вполне могут быть гражданские служащие. Ну, зачем человеку заканчивать… То есть люди не обязательно с присягой, да, с специальным образованием, с офицерским званием. Зачем человеку специальная подготовка, я даже больше скажу, умение классно, а я верю, что это так, умение классно водить машину, умение стрелять, умение обезоружить хулигана или преступника. Зачем оно ему, если он сидит и выписывает права? Причём каждый, кто права получал или продлевал, видел, как дело обстоит. Всё равно в этих подразделениях большая часть служащих гражданская. И только есть там один, два, три, четыре офицера, функции которых поставить подпись. И всё. Может быть, всё-таки задуматься и следующее сокращение, а понятно, что это не последнее, провести именно в тех органах, а функции, для которых совершенно не нужно быть офицером ГАИ, передать в иные службы. Первые шаги к этому уже сделаны, по крайней мере, в Москве. Вот с недавних пор, если нам нужно по истечении срока давности наших действующих прав, ну или мы потеряли, да, то есть не новые получаем, сдаём экзамены, а просто надо заменить там на следующие 10 лет, да, то уже в МФЦ это можно делать, и там, насколько я понимаю, никаких офицеров полиции в принципе нет. Конечно, сверяют с базой данных ГИБДД, но непосредственно всю работу делают обычные нормальные гражданские женщины, прекрасно всё это, и все хвалят эту идею, что стало достаточно удобно. Хорошо, но с другой стороны возникает вопрос, вот вроде бы да, камеры, фото, видеофиксация, но с другой стороны мы знаем, что самые серьёзные наказания, а именно лишение прав или там что-то иное, за какие-то очень серьёзные правонарушения на дорогах, делаются только в том случае, если это зафиксировано сотрудниками ДПС, а не камерами. Камеры максимум 5000 рублей. Более того, все эти новые законы, ужесточения, которые вот, скорее всего, в этом году будет против нарушителей принимать Госдума, там тоже прописано, что только исключительно, если это зафиксировано сотрудниками ДПС. Камеры как бы не при делах. И тут мы их сокращаем, да. И получается ли так, не получится ли так, что раздолью будет нарушителем, некоторые СМИ вообще написали со ссылкой на якобы экспертов, что у нас будет гуляй поле на дорогах, ловить некому, обратиться некому за помощью, и чуть ли люди будут друг другу там кулаками и битыми друг друга выяснять отношения после этого. Вот об этом и речь. Я не то, чтобы этого опасаюсь. Я думаю, что всё-таки у нас достаточно останется сотрудников. Тем более, что, ну, мы уже сказали, да, что объявленное сокращение в 10 тысяч, половина из них это всё-таки вакансии, и так не заполненная. Но, тем не менее, вот именно, что в первую очередь нужно оставлять людей, которые будут заниматься профилактикой и пресечением правонарушений на дорогах. Ну, профилактика сейчас, в общем, общее мнение не совсем занимается, ДПС на дорогах, а вылавливанием нарушителей. Да, одним своим видом достаточно, уже тоже профилактика, понимаете? А, сам вид. Но вид можно заменить на фанерных, картонных таких вот. Ну, как показывает практика, не всегда. Есть же вопиющие факты, понимаете? Когда мы знаем, что на МКАДе, а если не так, пусть меня поправят, но мне говорили, что на МКАДе работают постоянно 2-3 экипажа на 109 километров самой загруженной дороги России. То есть они ездят кругами? Хорошо, если ездят. Я бы хотел верить, если ездят. Но вообще им иногда и обедать нужно, например. Так вот, там явно мало. И лучше, на мой взгляд, пусть действительно сократят кого-то еще из кабинетов, а вот этих вот сотрудников оставят. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что когда люди выезжают на оформление аварии, где там потерт бампер, это нужно только потому, что у нас отвратительно работает сама по себе система этого страхования. Поэтому мы в данном случае ее, в свою очередь, подстраховываем МВД. Это не их функция. МВД со своей стороны все время говорит, что надо прекращать это дело. Да, конечно. Будем выезжать только на те аварии, где есть пострадавшие, где действительно что-то серьезное. А когда какая-то царапина такая, но страховщики со своей стороны не готовы идти на какие-то компромиссы. И говорят, что, простите, мы у вас тогда не примем документы, будь то по ОСАГО, будь то по КАСКО. МВД оказались крайними, да. Да, 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 их можно понять. И при всем европротоколе, но, опять же, вот недавно были приняты соответствующие постановления, указы, законы о том, что можно делать европротокол до 400 тысяч рублей, ну, в Москве и так до 400 тысяч рублей. Но там, если почитать мелкий шрифт... Ну, 400 тысяч, да, на самом деле никак нельзя. Это нужно иметь специальную программу на смартфоне, чтобы заснять, чтобы геолокации, чтобы было то, чтобы было все. И наверняка, когда человек после ДТП, можно представить себе ситуацию, даже опытный водитель у него как-то, ну, нервничает, руки трясутся там, да. Он бы хотел, чтобы приехала полиция. Конечно, потому что он это снимет, это снимет, это снимет, это выяснит, это запишет, а что-то забудет. А потом все разъехались, и все. Ну, согласитесь. Извините, Иван Иванович, вот у вас-то... Да, да. Все, поэтому максимум вам выплаты 50 тысяч пройдите в кассу, пожалуйста, а свои 400 тысяч и своего кармануть. И зачем нам нужен тогда этот ОСАГО в таком виде европротокол? Вы сейчас такую розовую картину нарисовали, пройдите в кассу, вот вам 50 тысяч. Там, как правило, не 50 тысяч обещают, а такую фигурку из трех пальцев, я с этим сталкивался. То есть проблема в плохой работе системы страхования. Нет, мы рассчитываем на 350 тысяч в рамках европротокола. Да не будет там никогда 350. А получаем, нет, ну если серьезные там, мы видим. Ну где 100 сейчас разрешили, вот идет речь о... Ну мы поговорим о страховке, неважно. Главное, чтобы вернуться к теме все-таки МВД. Это, конечно, не их функция. Но, то есть само по себе сокращение абсолютно понятно, и оно оправдано тем, что развивается техника. А вот вместо сокращения у меня есть вопросы. Может быть, стоило все-таки пополам поделить действительно как-то функции, начать уже передавать. Конечно. Хорошо, а вот тогда такой вопрос. Вот говорят, это не их функция. Вот опять же, опять же мы не можем не вернуться к западному опыту. Там автомобилизации, страховки, что-то типа ОСАГО там давно действует. У нас это с четвертого, кажется, года, да? А там уже, я не знаю, десятилетиями. А там как? Там ведь тоже ведь... Я тоже не понимаю, что кроме как крупник, понятно, с жертвами, с пострадавшими, там если весь хайвей завален машинами, приезжает, конечно, полиция со всего штата, там или со всей земли в Германии, но когда вот обычный ДТП, который покрывается страховкой, там вот как это делается? Там просто эта страховая система работает лучше и дольше. Там по-иному страхуется зачастую ответственность, потому что у нас это называется, да, у нас мы же так и не можем с вами одним словом обозначить, что именно страхует у нас полис ОСАГО. Человека или автомобиль. Нашу гражданскую. Ответственность. Чью? Человека. Человека в автомобиле, автомобиль. То есть, понимаете, тут вот есть сложности. Человека, привязанного к конкретному автомобилю, с такой-то мощностью, такого-то года, такого-то и так далее. Есть система, когда привязывают, когда страховка распространяется именно на... Вот у меня есть такая страховка, допустим, и я могу садиться за любой автомобиль. Она привязана к человеку, да? Это дороже, это сложнее. И это сложно было у нас предпринять, потому что одна машина, условно говоря, на семью. Поэтому решили страховать автомобиль. Хотя не он сам совершает правонарушения, да? И не он сам нуждается в том, чтобы ему... А там, наверное, на Западе, в Европе, все эти детали как-то давно утрясены, и там, поэтому, собственно, не надо на мелочи вызывать полицейских. Я думаю, что и там не все, но там просто, конечно, это лучше намного работает. Ну, там зачастую, кстати говоря, и ставки страховые повыше, чем у нас. Ну, и главным образом, понимаете, у нас-то... Вот я не могу избавиться от ощущения, что наши страховые, многие страховые компании искренне считали, что ОСАГО – это для того, чтобы им заработать. Да, ребят, но это побочная функция. А мы-то думали, что это все-таки другое. Не забудьте, да, что это возможность вам заработать, предоставив нам услуги. Вот об этом не нужно забывать. А то теперь, когда выясняется, ах, вам еще услуги предоставлять, возникают те коллизии. Ну, да, мы сейчас перейдем. Да, кольку мы заговорили об ОСАГО, там еще вот буквально в конце недели появились сообщения о том, что Центробанк... А Центробанк, помимо того, что он регулирует всякие банки и всякие финансовые деятельности, он еще регулирует страховую деятельность, то есть главный начальник над страховыми компаниями. И тут вдруг внезапно выясняется. Вот мы знаем, что где-то около года назад, там полтора года назад было принято решение, что основной формой возмещения по ОСАГО наших потерь страховщики будут в натуральной форме. Ну, имеется в виду, что они направляют нас на соответствующую хорошую, конечно, авторизованную станцию. Это мы так думали. Это мы так думали, и они так нас убеждали. И там нам поставят хорошую фару вместо разбитой, починят нам, я не знаю, все, что у нас там сломалось и так далее. Никаких денег туда-сюда не ходит. Дальше страховая компания рассчитывается с этим сервисом, который нам все починила. И тут выясняется, что я уже не знаю, по инициативе Центробанка или по инициативе страховщиков, Центробанк принимает решение, что во многих случаях, если количество жалоб на такого рода ремонт и обслуживание превысит какое-то минимальное значение, там, 1% от общего количества ремонтов, то страховщики теряют право направлять на такой ремонт, и, извольте, пусть платят деньги. Это вообще как-то непонятно. То, значит, двигались-двигались много лет к одному, потом осознали что-то непонятное, ни для кого, и верулись, нет, давайте будем опять денег. А с деньгами опять сложно, потому что денег, как известно, всегда не хватает на то, чтобы реально починить автомобиль. — Вы знаете, вот при всём желании сейчас сказать, ну вот вас же предупреждали, мы же вам говорили, всё-таки самое главное, что я считаю своим долгом здесь сказать, ребят, вы абсолютно правы. — Какие ребята? — Отрабатывайте назад, потому что натуральное возмещение, это неудобно во многих случаях и вам, как страховым компаниям, и нам, как клиентам. — То есть вы подозреваете, что страховые компании прозрели, осознали это, хотя сами пытались пробить это, чтобы выиграть себе деньги? — Они осознали то, что было многим ясно с самого начала. Смотрите, в чём проблема. У нас случается страховой случай, автомобиль повреждён. И я, как пострадавший, рассчитываю, что мне ни за какие уже, ни за деньги поставят вместо разбитой фару новенькую, но разбили-то мне фару старую, а продадут мне новую, потому что старые не продаются на дилерских станциях и ещё где-то так далее. Поэтому, когда возникла идея натурального... — А это и в законе сказано, что должно быть новое за старое. — Это легко регулировалось, когда были денежные выплаты. И вообще говоря, это правильно. Понимаете, если вы меняете пиджак старый на новый, то вы, естественно, доплачиваете. Вам никто в магазине не выдаёт бесплатно новый пиджак. — А вот об этом мы поговорим буквально через несколько минут после очень короткого перерыва. Не отключайтесь. — Авторазборки. — Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу. В студии Александр Злобин и Антон Чуйкин обсуждаем несколько необычные инновации, которые снова нас ждут в плане ОСАГО. Не успели мы привыкнуть к тому, что основным типом возмещения ущерба по убыткам по ОСАГО становится натуральным, когда страховая компания направляет нас на какой-то хороший автосервис, нам всё хорошо починят. Так вот, теперь будет всё чаще и чаще так, что будут выплачивать снова деньгами, так как это было и раньше. Но тут мы сталкиваемся с такой проблемой. А вот как деньгами разбили нам фару, фара у нас была не новая, поставить нам надо новую фару. Но ведь в законе сказано об ОСАГО, в правилах ОСАГО, что должно быть новое стоять. Правильно? — И вот мне никогда не было понятно, за чей счёт. Смотрите, что получилось. Когда страховые компании лоббировали вот это натуральное возмещение, они надеялись, что, во-первых, сейчас удастся избавиться от этих так называемых автоюристов. — Которые отстаивают в судах права недовольных автовладельцев. — Мы не оперируем никакими денежными средствами на ремонт. А с ремонтной станцией мы как-нибудь договоримся, и про себя они думали. Ну, мы-то с ними получим хорошую цену, и всё будет в итоге выгодно нам. Потребители думали наоборот. Ага, слава богу, натуральное возмещение. Значит, я не хочу на какую-то станцию, я хочу в официальный авторизованный дилерский сервис. — Это тоже в законе, в правилах сказано, что если машина на гарантии, должна быть авторизованной. — И постепенно в лоббируемые страховщиками вот этот вот закон стали вносить поправки, которые сделали его настолько для них неудобным, что, собственно, только сказать, ну, ребят, с чем боролись, на то и напоролись. Потому что тут каждая сторона, одни хотят заработать, другие хотят вернуть себе нормальную машину. — В результате практика, смотрите, какая сложилась. 10% от страховых случаев — это натуральное возмещение. То есть, несмотря на то, что страховым компаниям было дано такое право отправлять на ремонт, то есть натуральное возмещение, они всё равно предпочитали деньги. Потому что в конечном итоге, как оказывалось, проще. Отправил на сервис, там отремонтировали, сделали хорошо. Пусть даже это будет не самый дорогой сервис, пусть даже не дилерский. Но пока машину делаешь, всплывает то одно, то другое. Оказывается, там не только трещина на бампере, там ещё повело силовой элемент за ним. Там не просто нужно заменить фонарь. Так у этого фонаря, оказывается, 11 стрончиков креплений. — А у что сервисы могут найти, понимая, что им гарантирована оплата от страховой компании за данную конкретную машину? Это всё равно, как в страховой медицине, что врачи могут найти, когда знают, что всё равно гарантировано миллиард дальше потом обследований против манипуляции. — Я тут в защиту сервисов выступлю, потому что то же самое они могут найти, выкатывая счёт непосредственно частнику. — Это верно, это верно. — Частник скажет, а я вот, знаете, вот эту трещину не делаем, потому что это дорого, а то не делаем, вот делайте мне вот это, это, это. А когда у них договор со страховой компанией, там гораздо всё строже. — Ещё жёстче это может сказать страховая компания. Я приведу свой собственный пример. Мне страховая компания предложила выплату за аварию в 70 тысяч рублей. Официальный сервис насчитал 210 тысяч. Вы можете представить трёхкратную разницу? — Могу, могу. Это не исключение. Многие говорят об этом. — То есть, даже если предложим, всё, забыли про официальный сервис, я понимаю, что у меня, мне не получается машину восстановить. И потом, с какого перепугу мне должны восстанавливать машину в новое состояние, в ту часть, в которую въехали, если вся остальная машина встала. — То есть, в данной ситуации есть ли сейчас? — Но всё равно экономия, ну, я нашёл в итоге способ свести сумму там к 140, ну, извините, всё равно двукратное превышение. Это вот так считает одна из ведущих наших страховых компаний. Поэтому мне абсолютно понятно претензии сервисов. Ребята, вы по каким расценкам ремонт считаете? Их не бывает, таких расценок. Мы что, вам должны ваткой и гуашью замазывать акварелью эту машину? — Ну, писточки, да-да-да. — Поэтому было понятно абсолютно, что страховое возмещение натуральное будет работать плохо. Поэтому я прекрасно понимаю владельцев, которые, и я действую так же, честно вам скажу, которые получают возмещение деньгами, страховые, если это возможно, да. А иногда потом ничего и не делают. А что, царапина на бампере, ну и бог бы с ним. — Ну, или вмятина, мы будем ездить так. — Поезжу так, да. — Хорошо, но с другой стороны, ведь получается так, что, в принципе, натуральное возмещение, если, так сказать, всё по правилам делать, оно выгоднее для владельца, потому что он должен получить исправную машину, правильно? А не так, как в вашем случае, когда 210 тысяч рублей ущерба сервис насчитал, страховая предлагает 70, допустим, мы не хотим с ним бодаться, получаем 70 рублей, далее чешем репу и думаем, где нам взять деньги, чинить нам это всё, не чинить и так далее. Всё равно мы остаёмся в очень большом убытке. — Невыгодно, потому что тот клинч, та разница в сумме, которая согласна по своим расценкам выплатить страховая, и та сумма, которую требует сервис, она ложится всё равно на потребителя. То есть, это сейчас, опять-таки, есть такая практика, когда сервис говорит, ну, слушай, вот нам не хватает, если доплачешь, мы тебе сделаем совсем хорошо. Вот от страховой мы получаем X рублей, у нас стоимость ремонта Y, X минус Y. — Так пойти и бодаться со страховой тогда, почему-то вы не оплачиваете полностью мой ремонт, как вы обещали по натуральной форме, что за дела? — А вот потому что полностью, там, опять-таки, есть и оговорки, и всякие условия, когда, ну, довольно... Понимаете, там же есть сопутствующие детали, например. И абсолютно понятно, что страховой случай касается того, что повреждено непосредственно здесь. Ну, к примеру, вам нужно заменить разбитый диск колеса, а вам сервис говорит, а вот ещё и тормозной диск хорошо поменять. — Ну, потому что он погнулся тоже, да? — Да даже не погнулся, а просто после такого удара что-то может быть. Они предполагают. Ну, вы же знаете, опять-таки, правильный был пример с медициной. Ну, давай лучше заменить. Поэтому я всё-таки считаю, что, вы знаете, деньги когда-то изобрели как хорошую меру расчёта, чтобы именно не в натуральном хозяйстве жить, а чтобы можно было цивилизованно рассчитываться единой мерой считать свои услуги и ущерб. — То есть, в целом, если будет всё больше возвращаться денежная форма возмещения, это даже при всех тех вещах, о которых мы говорили, что недоплачивать, всё равно это будет лучше для граждан. Ну, я имею в виду обычную обученность. — Каждый решает для себя. Я могу себе легко представить человека, у которого ровно в этом сервисе работают лучший друг и брат, и он ему сделает такую хорошую скидку, что в результате ремонт обойдётся... — По страховке. — Да. Поэтому всё бывает. На мой взгляд, здесь... — А мы разве можем выбирать в бодании со страховой? — Вот самое главное. Я хотел как раз к этому подойти. Вот, на мой взгляд, в этом правиле надо изменить одно положение, но ровно наоборот. Выбор должен быть за мной, а не за страховой компанией. — Сейчас записано, что выбор за страховой компанией. — У них записано так. Они имеют право сделать натуральное возмещение. — А мы права никакого не имеем. Мы должны принять то предложение, которое нам делают. Мы отказаться от него не можем. — Это, конечно, вопрос некоторого обсуждения, но в конечном итоге правда будет за страховой компанией. — Даже если будет. — При определённых условиях. Там некое количество машин, так далее, так далее. — Ну, определённо. — Потому что когда-то только деньги. — Так вот, на мой взгляд, это право должно быть за мной. Страховая говорит, или я тебя направляю вот в этот сервис Ивана Ивановича сыновья. — Да. И вам починят там то-то, то-то и то. — Тебе ничего не придётся платить. Они тебя починят. Ты про себя молчаливо думаешь. Ну, качество может... А может быть и нет. — Ивана Иванович говорит, или мы тебе даём вот 25 рублей, и твоё дело, что ты дальше делаешь. Вот, мне кажется, вы бы должен быть за мной. — Потому что нам кажется, что ваш ущерб на 26 рублей всего. — Да, но дело в том, что такая система существует там в КАСКО, в ОСАГО. Нет, я бы её распространил и на ОСАГО тоже. Вот это было бы, мне кажется, честно и справедливо. — Ну, страховщики на это не пойдут. Потому что это для них, так сказать, ну, не смерть, конечно, мгновенная, но, по крайней мере, значительное сокращение прибыли. — Знаете, самое ужасное в нашей страховой системе, что мы по-прежнему являемся для страховщиков какой-то дойной коровой или потенциально нечестными людьми. — Только для страховщиков. — А мы сейчас про них говорим. Всё они подозревают нас в том, что мы что-то будем делать. Значит, к сожалению, страховая система, и не обижайтесь, я сейчас скажу чистую правду, вот поверьте мне, при любом ДТП, какой бы страховкой вы ни воспользуетесь, ничего она вам полностью не покроет. Всё равно ущерб останется у вас, а страховщики своё заработают. — По ОСАГО. — И сервис любой, и сервис любой абсолютно, ну, конечно. — То есть, в итоге, если мы попадаем в ДТП, нужно быть готовым к тому, что мы останемся в каком-то проигрыше, в каком-то большом, небольшом и так далее, но при этом страховщик что-то выиграет, несмотря на то, что у него наступил убыток, как так может? — Да ничего у него не убыток, но это страховой бизнес, ну как же, он же построен на том, чтобы зарабатывать. А мы в данном случае те, кто ему зарабатывать позволяют. Поэтому, как бы мы не считали, что страховка всё покроет, никогда никакая страховка не покроет всё. — Даже полные каски. — Ну, вариант только один, может быть, вам покажется, что она покроет, но на самом деле выяснится, что вы своими ежегодными или ежемесячными платежами переплатили уже страховщику в два таких фирмона. — Если мы 15 лет ездим без особых аварий, так сказать, и платим за каску немалые десятки тысяч рублей в год, то, естественно, потом, когда один раз наступит, то всё равно в итоге на круг получается, что каску мы покупали, наверное, даже зря. — Поэтому общее пожелание, чтобы вам никогда не пришлось пользоваться страховкой. — Хорошо. Ну, ещё очень коротко тогда депутаты объявили, что буквально в январе уже во втором, а второе чтение — это самое основное, после которого уже всё становится на свои места, и изменений практически не бывает в законе, решение о введении штрафа за опасное вождение в размере 5000 рублей. — Как известно, термин «опасное вождение» был введён в правилах дорожного движения уже в позапрошлом, получается, году, но наказания никакого за это не было. И вот сейчас планируется, ну, тоже уже предполагалось, эта сумма в 5000 рублей. На ваш взгляд, эта сумма достаточно, тем более, что мы понимаем, что это опасное вождение, там много, конечно, параметров, как его определять, и при этом определить его должно не только не камер, а именно увидевшие вот это безобразие сотрудник ДПС, да, опять то, о чём мы говорили вначале. — У меня такое ощущение, что 5000 рублей за такое наглое нарушение, которое очевидно сотрудникам ДПС, это мало. — А у меня ощущение, что законодатели бездельничали полтора года, и пусть сейчас примут хоть 1000 рублей, но начнёт работать этот закон, потому что это так называемое... — Они не бездельничали, другие законы очень важные принимали. — А в этом бездельничали. Это бета-версия. У нас никогда не было опасного вождения. Все сходятся во мнении, все абсолютно в государстве, что необходима такая статья, и вы нас оставили без наказания. — Статья есть, наказания нет. — Она не работала. — Значит, давайте хотя бы в бета-версии запустим хоть какой-то штраф, чтобы посмотреть, как работает. А потом будет понятно — поднимать, опускать или оставить на этом уровне. Поэтому, слава богу, что хоть сейчас. — Дай бог, что они это примут, и хулиганов, может быть, станет немножко меньше на дорогах. Ну что ж, я благодарю нашего гостя. Это был автоэксперт Антон Чуйкин. Антон, спасибо за интересный, познавательный и полезный для многих, я надеюсь, разговор. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего и удачи вам на дорогах. Счастливо. Авторазборки Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова